Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня в эфире Кынев Александр Владимирович, политолог. Добрый день, Александр! Добрый день! Александр Владимирович, сразу к вопросу. Сколько осталось «Эхо Москвы» и «Новой газете» до признания их иностранными агентами? Многие не ожидали, что такое произойдет с дождем, но тем не менее это случилось. «Эхо Москвы» никто не признает никогда иностранным агентом, потому что оно является, скажем так, активом «Газпром-медиа». «Газпром-медиа» никто иностранным агентом признавать не будет. Если власть захочет забраться с «Эхом Москвы», в ее случае будет другой сценарий, просто решением акционеров поменяет руководство. В этом случае, этим юридическим механизмом пользоваться нет никакого смысла. Я думаю, что «Эхо Москвы» в том виде, как сейчас, оно выполняет достаточно нужную функцию, такой как бы некой прослойки между властью и лояристской частью общества. При этом есть понимание, что у него есть некая черченая гетта политического влияния. И в этом смысле оно тоже постоянно балансирует, там представлены лоялисты в довольно большом количестве. Это очень удобный, мне кажется, для власть инструмент. Поэтому я думаю, что с «Эхом» все будет в порядке. Хочу прийти в внимание, что у нас ведь даже среди НКО, которые получают средства из-за рубежа, есть те, кто, казалось бы, попадает под все нормы с 2012 года, но так иностранными агентами я не стал, потому что эти структуры являются важным элементом взаимных отношений между рядом странами. Например, есть московские фонд Карнеги, которые руководит бывший работник СВЭ, господин Пренин. И московские фонд Карнеги идеально попадают под законом иностранных агентов. Но он не признан иностранным агентом, он спокойно работает. Почему? На гипотезе, потому что эта структура важна, как некая такая косвенная площадка, через которую определенные органы наших стран могут довести как некий диалог. Такие площадки нужны, потому что полностью не общаться они не могут. Иногда контакты напрямую невозможны, но невозможны косвенно. Для этого нужны некие институции. Соответственно, то же самое касается и власти, и либеральной части сообщества. Тоже нужны какие-то институции. Полностью сжигать мосты никто не будет. Нужны какие-то элементы, через которые происходит некое взаимодействие. Эхо Москвы, мне кажется, достаточно успешно эту функцию решает на сегодняшний день. И то есть Эхо Москвы по одним позициям занимают позиции, получается, в тавтологии, к вполне себе близке к такому радикально-демократическому электорату, но с другой стороны никогда не переходит некую грань. То есть, грубо говоря, например, она довольно критически всегда относилась к Алексею Навальному. То есть никогда никакого там такого, чтобы Эхо Эхо можно было считать площадкой пропаганды с Навального, не было, например. Ну и, грубо говоря, она ведь не умереться странен. То есть в этом смысле я думаю, что каких-то особых претензий нет. Потом по каким-то позициям, важным для власти, Эхо достаточно часто занимает вполне себе комфортную и удобную позицию. Ну я не буду конкретизировать, мне бы не хотелось это делать. Так что мне кажется, что здесь все, наверное, на кучу нельзя. Просто я понимаю нашу газетированную демократическую публику, которая только хлебом не кормит, дай покричать, повопить о том, что в следующем будет Эхо. А почему? Вы хотя бы изучите собственника. Вот как Госпромедия может стать и наш РМ-агент. Что касается новой газеты, Александр Владимирович? Ну а газета? Ну, теоретически возможно. Хотя мне кажется, что новая газета тоже вполне себе понимает грани. То есть мне кажется, что она, в общем, даже когда публикует какие-то острые вещи, она примерно понимает, куда можно, а куда нельзя. То есть у меня есть такое ощущение. Да и кроме того, если вы посмотрите количество посещений, я бы не сказал, что новая газета, как вот такой сегодня очень важный топовый ресурс. Количество посещений его довольно невелико. На мой взгляд, какие-то резонансные расследования все-таки больше происходили на других площадках. То есть на том же дожде. Бумажная версия единственная, что в Крестах. На проект проектом и так далее. Бумажную прессу вообще сейчас почти не читают. Александр Владимирович, я тут небольшую вводную часть сделаю перед следующим вопросом. Итак, Путин предложил произвести выплаты всем военным силовикам, включая курсантов и пенсионерам, 10-15 тысяч, это известно уже. Кроме того, предложил индексировать довольствие военнослужащих высшей инфляции в 2022-2023 годах. Далее президент предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса, выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья, 350 миллиардов на обновление российской авиации, 24 миллиарда на борьбу с пожарами и так далее. Александр Владимирович, что случилось с Владимиром Владимировичем? Такие щедроты, нужно ли ему все это? Я думаю, что это просто следствие того, что власть видит падение рейтингов и пытается, ну, в своем понимании реальности, задобрить те группы избирателей, которые ей кажутся наиболее литерально важными. Пенсионеры. Это наиболее политически активная часть общества, наиболее активно участвующая в выборах. Она за последние несколько лет была одной из самых пострадавших, начиная с 2018 года, с пенсионной реформы. Практически про нее почти забыли. В ходе борьбы с пандемией, где власть решила сделать ставку на семьи с детьми, посчитав, что всех остальных не существует. Поэтому они раздражены. Я думаю, что разовая подачка ей эту группу не успокоит. Это люди не глупые. Все понимают, что это однократная мера, ничего не меняющая в принципе. Поскольку вопрос общих правил, в рамках которых ситуация все равно будет ухудшаться, и то, что вам один раз заплатили какую-то небольшую сумму, но это ничего не меняет. Наоборот, мне кажется, что такая градация публично объявленная. Власть публично говорит, что для нас люди первого государства – это силовики. Это никому не понравится. Возможно, она сама этого не понимает, но это посыл, который всем остальным, на мой взгляд, категорически не очень приятен, учитывая, что никакой симпатии общества силовики не вызывают. А власть говорит, что вот они привлекрованные сословия, а вы второй и третий сорт. У нас на каждых выборах кандидаты что-то раздают. У нас, например, есть такой кандидат, значит, там, Валенчук в Кировской области, который там просто по роду основной деятельности и каждыми выборами снабжают избирателей семенами и так далее. Но у нас как бы в этом ничего такого нет. Поэтому семена, гречка, крышки для банок и так далее, ну, как будто что-то новое случилось. Нет ничего нового, все абсолютно так же, как всегда. Ничего не поменялось. Просто, видимо, участие наших избирателей, особенно молодых неофитов, такое ощущение, что они открывают Америку. Вот они, к сожалению, ничего не открывают. Вы знаете, вот, наверное, молодежь что-то не помнит. Я прекрасно помню кампании 2007 года, например, когда был скандал в Хабаровске, когда роженицы, например, отказывались, значит, госпитализировать, пока они не проголосуют там и так далее. Ну, знаете, сколько в истории было прекрасных кейсов? Я впервые об этом слышал, удивлен, честно сказать. Я прекрасно помню, как мы обсуждали эту историю, сидя в пресс-центре «Разбалта». Опять же, процитирую Владимира Владимировича. Жители страны стали настоящими соавторами программы «Единой России», поэтому программу можно назвать «Народной». О каких жителях идет речь? Я думаю, что это эвфемизм. Это вот спичрайтерам понравилась эта фраза. Ну, теоретически, ну, как бы, можно, наверное, считать просителей. Вообще у нас органы власти любые, они все находятся под постоянным гнетом огромного количества просьб. Ну, любой человек, который работал, это прекрасно знает, но есть люди, которые привыкли писать и просить. Ну, учитывая, я думаю, что, видимо, вот эти люди, которые постоянно пишут и просят, видимо, они, наверное, имелись в виду. Как бы, это у нас такая профессия есть. Вы знаете, в свое время, работая в параде Госдумы, в 90-е годы, я вот, как сказать, был человеком, которому тогда перенаправляли письма с регионов, которые приходили в акцию «Яблоко», но исходя из того, что вот там смотри, может, там что-нибудь полезное будет, там, где можно направить в организации. Ну, вот это огромный поток из серии «Купите нам велосипед», «Купите нам лекарства» и так далее. Ну, это даже в оппозиционную фракцию шло огромным потоком. Органы власти под подобной корреспонденцией просто лежат. То есть ее очень много, гигантское количество. Было бы желание найти, всегда ты кого-нибудь там найдешь. Поэтому я, возможно, имеется в виду вот эти, так сказать, люди. Потому что никакого реального программного творчества, конечно, там быть нет и быть не может. Программа творчества – это не вещь совершенно другая. Это не делается за полтора месяца и так далее. И кроме того, то, что озвучено, никакой программой не является. Это просто набор подачек. Мы же понимаем, что политическая программа – это вещь совершенно другого рода свойства. И она не пишется за полтора месяца, это что-то еще. Это вещи долгосрочные. То есть это вещи, которые определяют политическую программу партии на десятилетие. А все остальное – это просто исключительный пиар. Ну, попытка расчехлить все пропагандистское оружие и бобы изжахнуть по всем телеканалам, еще раз напомнить про партию за месяц до выборов. Никакого другого смысла в этом съезде нет. Как вы думаете, его заимеет это эффект или нет в конечном итоге? Нет, я думаю, что нет. Мне кажется, что раздел отношения к власти достаточно четко сформирован. Негативные оценки являются довольно стабильными. Корреляция туда-сюда 1-2% мне кажется не играет роли. Никакого перелома радикального быть не может. Просто для него нет никаких оснований. Поэтому эти колебания в рамках погрешности туда-сюда, тем более, что мы же прекрасно понимаем, что вопрос опирается в явку. Реальная проблема, единственный раздел, который имеет значение – это явка в протестных регионах. Это крупные города, регионы Сибири, Урала, Крайнего Севера, Дальнего Востока, где люди голосуют более независимо. Аномальные регионы, они и так напишут, сколько надо. А вот что будет там, как раз зависит от того, насколько власть себя адекватно ведет. Мне кажется, что вот эта нервозность с рейтингами и так далее, она ведет к тому, что власть, она вышла из вот этой стратегии сушки явки, что раньше как бы две задачи одновременно. Первое, о чем мы говорим все время, что такое сушка явки. Смысл в том, что пускай голосуют те, кого мы контролируем, значит, там, через начальники, через САБЕСы, ну, и плюс регионы, где мы просто рисуем протоколы, а остальные пускай дома сидят, соответственно, пускай они не видят компанию, пускай они не будут мотивированы, значит, ничего о ней не знают. И эта компания сушки явки дополняется одновременно с компанией деморализации протестных избирателей, чтобы создать у них, у одних чувство отвращения, у других чувство беспомощности, о том, что все плохо, всех посадили, всех поснимали, голосовать не за кого, все кошмар, вообще не пойду никуда и так далее. Но дело в том, что вот эта вторая стратегия, если ее прибарщивать, она начинает находиться противоречия с первой. О чем будет речь? Когда скандалов очень много, когда давления очень много, получается, что каждый скандал повышает информированность людей о выборах. То есть больше людей о них узнают. По логике, по первой стратегии, вы должны молчать и вообще о выборах не говорить. Сели меньше знаешь, меньше ходишь. А любой скандал, он создает информационную волну вокруг самого себя. Поэтому то, что они не могут остановиться по сей день с этими скандалами, хотя уже там, как бы, август скончается, по логике вещей, они должны были забыть о скандалах еще в июле. Сейчас должна быть тишь, догладь, да божья благодать, чтобы ничего не происходило. Нет, они не могут выключить этот маховик. Он не вышел из-под контроля. И они, с одной стороны, занимаются раздачей и подачей, с другой стороны, продолжают закручивать гайки, наклеить рылки иностранных агентов, когда это уже никому не нужно и так далее. То есть сейчас они сами себе роют яму. То есть они повышают информированность протестного электората. И это уже, на мой взгляд, перегиб, он создает ощущение уже морального протеста. То есть это очень топ-тонкая грань. И у нее невозможно никогда заранее предугадать. Вот когда где ты приходишь, где ее нет. То есть где действия, которые вызывают чувство безразличия, упадка, безнадежности и так далее. И в какой момент это приходит к возражению по принципу «я на зло пойду». Вот мне кажется, что сейчас ситуация как бы такая, что это может «на зло пойду». Хотя обратите внимание, насколько традиционно власть всегда себя ведет. Я просто слежу за выборами много лет. И всегда под выборы выходят одни и те же люди. Значит, с письмами морального протеста. Никуда не ходить. Типа не будем поддерживать систему, легитимизировать. Они писали это 20 лет назад, когда были честные выборы. Они писали это 15 лет назад, 10 и так далее. Одни и те же люди практически. Ну и количество немножко уменьшается и так далее. И они выходят именно тогда, когда реальный вопрос зачастую очень важен. Помните, как в 2011 году они призывали, значит, никуда не ходить, не голосовать. Хотя 2011 год как раз стал переломанным в результате, с точки зрения электоральных результатов и реакции на них общества. То есть, на мой взгляд, эти люди, ну, часть из них просто неадекваты. Которые не имеют никакой позитивной собственной повестки. Просто вообще никакой. Да, то есть они, ну, конформисты по жизни. Им все никогда не нравится. Они будут совсем вокруг бороться. А часть из этих людей, абсолютно точно, люди, работающие на заказе, сознательные провокаторы. Которые просто выполняют 5 заказ. И вполне себе, вполне неплохие отношения с теми же органами власти. Они очень удобно. Постоянно уводят противопрочесный электорат в сторону всепропальства. В сторону угнетения. Ощущение безнадежности, выученной беспомощности и так далее. Они, в этом смысле, очень-очень удобны. Александр Владимирович, а на ваш взгляд, есть ли та черта, зайдя за которую, власть не осмелится фальсифицировать выборы? Ну, я думаю, что вот, на самом деле, если вы посмотрите, скажем, оценки Шпилькина, вы увидите, что количество аномальных голосов довольно стабильно. Оно все время колеблется где-то там на уровне 14 миллионов. Но, правда, больше не получается физически. География больше не позволяет. Дело в том, что в тех регионах, где выборы проходят довольно честно, в самом процессе заняты сотни тысяч человек. То есть, у нас 97 тысяч участков избирательных. Но избирательная комиссия на среднем 10 человек. Плюс добавьте наблюдателей, кандидатов и так далее. Ну, грубо говоря, получается, что как минимум несколько миллионов людей прямо завязаны в избирательном процессе. Вы их куда денете? Это все свидетели. Вы все считаете, что они все работают по приказу, но только Димшиза может такое орать. Потому что люди, которые кричат, что все написано и так далее, не имеют никаких доказательств вообще. Это чистые эмоциональные крики, вопли, которые никого ничего доказывать не собираются. А мы так верим, и все, что все нарисовано. И возникает вопрос, а как же тогда Фургалов выбрали? Как же Коновалова выбрали? А как же Навальный получил 27%? А как же Мосгордума получилась оппозиционная? Их это не волнует. Их это не интересует. Они просто кричат, что все нарисовано и так далее. Что партии нет, что это неправда. А зачем тогда Грудинина снимать и так далее? В жизни все гораздо сложнее. Конечно, у нас авторитарный режим. Конечно, у нас режим, где возможности оппозиции очень сильно ограничены. Но это не означает, что все вокруг черно-белое. Есть множество оттенков. И те, кто сотрудничает с властью, зачастую, они сотрудничают не по любви, а вынуждены, потому что все боятся. И периодически пробуют систему напрочь. Где-то пытаются взбрыкнуть, где-то провести себя независимо и так далее. И смысл именно в том, чтобы те люди, которые внутри самой системы могли бы все себя иначе, чувствовали за собой поддержку и опору. И чтобы сама система понимала, что обществу это не нравится. То есть в этом смысле выборы – это всегда некий такой психологический сок, очень важный для власти. Когда она понимает, удается ей общество общество удержать. Или оно все-таки брыкается, пинается, кусается СССР и проблемы и так далее. В этом смысл выбора в авторитарных режимах. Показать, что мы недовольны. Если вы сидите на диване, вы никому ничего не показываете, кроме того, что вы абсолютно молчаливое существо, и вас можно игнорировать. То есть явка? И только явка? Явка и только явка. Соответственно, чем она будет выше в протестных регионах, тем выше будет общероссийский протест, процент всех иных кандидатов и иных партий. Потому что понятно, что люди, которые пойдут голосовать, скажем, о чем идет речь. Выборы у нас совмещенные. У нас много спарринных компаний. Представьте себе ситуацию, что человек идет, например, голосовать персонально за какого-то оппозиционного кандидата в местный совет. И он получает еще бюллетень в Госдуму, например, по партийным спискам. Если он за позиционера пошел голосовать в свой местный совет, он что, по выборам в Госдуму будет голосовать за Единую Россию? Конечно, нет. Поэтому каждый дополнительный кандидат, на каждого уровня выборов, приводя своих людей и своих сторонников, таким образом автоматически повышает результаты всех остальных. Поэтому любая оппозиция заинтересована в том, чтобы максимальное количество кандидатов было допущено, чтобы максимальное количество партий было допущено. Каждый приводит своих, и общий результат, таким образом, повышается. В тот самый случай, когда по партийным спискам победителей много. По мнению, не работает принцип «я или никто». Вот наша оппозиция, особенно ее часть, она этого никак не может понять. Что принцип «я или никто» – он абсолютно тупиковый. Он ведет в никуда. Поэтому им кажется, что если все вокруг лимит, это единственный путь к победе. Какой победе? Куда? Это будет к полному краху. Как показывает опыт, в авторитарных режимах работают только широкие коалиции, больше ничего. Александр Владимирович, в какой день лучше идти голосовать? Ну, с точки зрения, если вы боитесь, что вас голос подменят, кто-то за вас проголосует или вскроет этот сейф-пакет и так далее, то, конечно, лучше идти в воскресенье. Лично я пойду в воскресенье голосовать. Что скажете про умное голосование, Александр Владимирович? Ну, умное голосование – это технология. Это как раз технология попытаться максимизировать эффект протестного голосования, чтобы оно не распылялось между большим количеством кандидатов, а было направлено на кого-то одного. Многие кандидаты Единой России побеждают процентом далеким от 50. Побеждают только потому, что система относительного большинства и, соответственно, там, пускай перевезла один голос, но важно набрать больше, чем остальные. Соответственно, если аккумулировать протестные голоса, можно обходить кандидата власти. Это случилось в 2019 году в Мосгордуме в 20 округах. По губернаторам ситуация немножко другая. По губернаторам система двухтуровая. И там умное голосование не имеет смысла, по губернаторам. Там важно прийти, проголосовать за кого угодно, лишь бы не за кандидата от власти, потому что любой голос, поданный против данного кандидата, даже испорченный бюллетень на выбор губернаторов, повышает шанс на второй тур. Там, поскольку важно, важно именно 50%. Если 50% нет, тогда само голосование избиратель выбирает, кто выйдет вторым кандидатом. И тогда уже во втором туре умное голосование уже, как бы, по сути дела, не нужно. Уже понятно, что есть губернатор, и есть кто-то второй. А по партийным спискам умное голосование оно никогда не касалось, поскольку там много победителей. Там эта технология не имеет никакого смысла. Там важно, чтобы люди просто пришли. Александр Владимирович, на ваш взгляд лидеры партии парламентских, Зилганов Геннадий Андреевич, Жириновский, Миронов, после выборов этого года они останутся на своих местах, либо они уйдут? Ну, день смены лидеров вам никто не скажет, но то, что политическая элита беременна давным-давно сменой, скажем так, образа персональных лидеров, это очевидно. Я думаю, что кандидат номер один на смену первого лица – это ЛДПР, потому что есть факторы возраста Владимира Вольфовича. Ну, и, кроме того, там есть очевидные элементы, предвестники этого процесса. То есть мы знаем, что последние 20 лет Жириновский был вице-спикером, руководителем фракции был его сын Игорь Лебедев. Игорь Лебедев де-факто руководил партией фракции, то есть на нем был основной вал административной и политической работы. Его вообще нет в списке, он снова не баллотируется. То есть, соответственно, это место, получается, пусто. Вот кто будет де-факто руководить партией? Владимир Вольфович уже 75 было весной, ему дали уже орден за слыгой передотечественной первой степени, у него теперь полный анабор этого ордена. Он уже давно не ездит по регионам, эти поездки прекратились. Я думаю, что кто смотрит дебаты, ничего комментировать не буду, там все абсолютно на лицо. Поэтому ЛДПР, очевидно, кандидат номер один. Что касается всех остальных, мы видим, насколько растет внутри «Справедливая Россия» политическая активность Захара Прилепина. Он очень активно сидит по регионам, он очень публично активен. Я думаю, что, возможно, будет пытаться перехватить руководство «Справедливой России». Хотя Миронова сохраняет контроль, и большинство сегодня у Миронова. Что касается коммунистов, коммунисты – это все-таки партиклы. Именно в классическом понимании этого слова. С широкой сетью, с реальными группировками внутри, а не просто какие-то штабы, которых сегодня и завтра нет. Это всегда история про сложные балансы, поэтому КПРФ просто так по щелчку смена произойти не может. Зигуанов в этом смысле, он за многом незаменим, потому что он, с одной стороны, удобен как человек, который может улаживать конфликт между разными группами внутри КПРФ. И для власти большой вопрос, а сможет ли кто-то другой удержать все это под контролем, чтобы не вышли, например, на первый план, например, молодые радикалы внутри КПРФ, или они не откололись и создали что-то свое и так далее. Поэтому, мне кажется, Зигуанов как раз для них в этом смысле выгоден, чтобы он был максимально долго. А с другой стороны, мне кажется, что и для самой КПРФ внутри, для разных групп, Зигуанов тоже выгоден, как зонтик, как защита, потому что он как приговорщик, как человек, с которым власть может договариваться, защищает, в том числе, протестные группы внутри КПРФ от какого-то слишком сильного давления власти. Если бы его не было, возможность с ними влазила бы себя намного более жестко. Поэтому он власти выгоден как коммуникатор, как элемент контроля над партией, но он на самой партии выгоден, как зонтик для защиты от слишком сильного давления власти. Поэтому, мне кажется, что позиция Зигуанова в этом смысле уникальна. Поэтому я бы на слишком бышую смену руководства КПРФ не ставил, кто бы чего не писал. На встрече на пресс-конференции с Ангелой Меркель Владимир Владимирович снова затронул тему революции, о том, что у нас уже лимит исчерпан и так далее. Александр Владимирович, на ваш взгляд, почему снова Владимир Владимирович поднял эту тему? Есть предпосылки какие-то для беспокойства у него? Я думаю, что предпосылок нет, но власть сама себя пугает. Поскольку здесь же есть элемент профессиональной деформации сознания. То есть наша власть у нас сформирована выходцами из спецслужб. Ведите в виду заговор. Это как бы элемент, наверное, нормальный для работника спецслужб. Но когда в подобной философии вся власть абсолютно поражена, это очень плохо. Потому что жить в мире конспирологии абсолютно невозможно. Везде заговоры, пятые, шестые, какие-то еще колонны и так далее. А тем, поскольку все же пытаются доказать, что они нужны. А как свои нужности доказывать? Писать доносы. Кого-то разоблачать. Посмотрите, например, истории с огромным количеством дел за последние годы по поводу шпионажа абсолютно бессмысленных типа дела Ивана Сафронова. Это типичная демонстрация спецслужбами своей необходимости. То есть нужно обязательно стряпить какие-то дела, разоблачать какие-то заговоры. А здесь работает принцип самого аутотренинга. Знаете, как был такой фильм «Советские годы», «Я самая обратно привлекательная». Вот видите, смотрит в себя в зеркало и говорит, что вот вокруг враги, вокруг шпионов, мы с ними боремся, пусть они поборолись хорошо, завтра будем бороться еще лучше и так далее. Ну, те, кто посадят, наверное, помнят Советский Союз, когда мы постоянно приходили к следующей стадии социализма и так далее. Вот мне кажется, вот это вот такой непрерывный переход к какой-то следующей стадии социализма, какого-то нового, улучшенного, и при этом говорилось еще при Иосифе Виссарионовиче о том, что, по мере успеха социализма, будет расти сопротивление. Хотя, казалось бы, это абсурд. Процесс шпиономании и доносительства, на ваш взгляд, он будет расширяться, углубляться или он как-то приостановится после выборов, может быть? Сложный вопрос. Ну, в принципе, с одной стороны, система, как показывает опыт, она всегда стремится расширить сферы своей компетенции, пока не упрется в стену. Поэтому бюрократический аппарат, если ему не бить по рукам, он не будет останавливаться. Тем более силовой, но выделены же ставки. Вот одних посадили, что делать дальше? Значит, будем сажать следующих. И так далее. Не писать же, что вот, на работу выполнена или все, можете нас уволить. Ну, никто такого делать не будет. И будет перебрасывать на следующий фронт работы. Поэтому система, конечно, заинтересована в том, чтобы организовывать новые дела и новые процессы. С другой стороны, те люди, которые принимают решения наверху, они тоже должны понимать, что перебор с давлением и с насилием, он несет для системы разрушительные последствия. Поскольку он разрушает социальный контракт, он увеличивает количество недовольных, каждый посаженный, каждый преследуемый. Он создает цепочку сочувствующих, потому что у него из-за родственников и так далее. И потому что, когда где-то там один кого-то не знаешь, ну, это какие-то мелочи. Но когда людей становится много, и когда огромное количество людей становится личными, знакомыми и пострадавших, это может изменить общественное состояние в принципе. Посмотрите, недавние опросы, как-то говорят о том, что термин инагентов уже предстал для большинства населения быть негативным. Хотя, всякая ситуация там еще 80 назад была совершенно другой. Говорит о том, что переборщили и давно перешли некую грань. Поэтому, ну, это вопрос людей, принимающих решения. То есть, будто они чувствуют границу, за которую приходить нельзя. Вспомните, был такой у нас когда-то госнаркоконтроль. В какой-то момент его взяли и ликвидировали, потому что он, скажем так, после некоторых скандальных историй, борьба с ветеринарами и так далее, в глазах общества стал структурой сугубо негативной. У нас там были структуры, которые тоже напали жертвой постоянной внутренней корпоративной борьбы за эти годы и так далее. Поэтому, мне кажется, что здесь с одной стороны вот это стремление бюрократических структур расширять сферу своей компетенции до бесконечности, с другой стороны напротив них и другие структуры, которые тоже бы хотели занять их место и это выступает как некий ограничитель. То есть у нас, я бы сказал так, у нас стена особая, у нас вместо разделения властей у нас разделение силовиков. Разделение силовиков является неким ограничителем от того, что она силовая корпорация придет и всех сожрет. Очень правильный вектор, Александр Владимирович, уже подходим к завершению нашего эфира. Подскажите, пожалуйста, у нас получается, что тренд на усиление силового блока он сохранится и после выборов или они пересмотрят подходы и более дадут послабления какие-то. Добровольно они никто ничего не пересмотрит. То есть я думаю, что смена концепции возможна только после смены первого лица. Все это понимают. То есть до этого будет примерно то, что и есть, но с какими-то эксцессами туда-сюда, но радикальный курс, мне кажется, он не может измениться, при этом нет никаких внутренних оснований внутри системы. Не стоит запиху власти никакой оппозиции. Оппозиция может доступать только в качестве катализатора или какого-то союзника, для больших элитных групп, которые борются за власть. И в этом смысле это, кстати, очень важно, потому что мы же понимаем, что как у нас возникает ощущение от вкуса блюда. Основной массив это может быть одинаковый. Там рис, там рис, там и так далее. Вкус придут специи. И специя может сделать блюдо вкусным или невкусным. Специи – это союзники, это те, кого вы берете в коалицию. Вот та же самая системная оппозиция, какие-то блоки, части. Системные патриоты, либералы, кто-то еще. Мне кажется, это очень важно, потому что в зависимости от того, кто будет восприниматься как структура пользующей общественным доверием, это может быть неким катализатором с точки зрения того, какие группы федеральной элиты в дальнейшем будут выходить на первый план, на второй, и как они себя будут вести, кому они будут апеллировать, кого они будут вести в качестве своих союзников для того, чтобы закрепиться, для того, чтобы общество их поддерживало. А надеяться на то, что вот, мы там будем ждать, когда придет светлый, самый лучший, самый умный и так далее, но вы никогда не дождетесь, такого не бывает. Политика искусства возможна. Путин настроен на обновление элиты в своем окружении? Нет, но элита обновляется, мы же это видим. За последние пять лет она существенно изменилась. То есть у нас на сегодняшний день две трети губернаторов новая. У нас кабинет министров в прошлом году радикально изменился и персонально. В основном идет очень существенная кадровая перестройка внутри силовых структур, то есть за последние годы. Существенное омоложение. То есть очевидно, что сара и гвардия потихоньку уходят, приходят такие люди совсем другого поколения. Ну, скажем так, разной степени идеологичности молодые карьеристы в разных ипостасях, и в разных облачениях. Это совершенно другого люди. Типа типажа люди. Их роль будет чем дальше, чем больше расти. Потому что сара и гвардии выходят по множеству причин. Это и возраст, это и усталость кого-то и так далее. и этот процесс будет нарастать. То есть на самом деле теолиты, которые сейчас, теолиты, которые 5 лет назад, на кадров очень сильно отличаются. То есть вот посмотрите там, ну вот, можно по-разному относиться, скажем, но вот есть там доклады серии там «Предбюро 2.0» и так далее. Там есть такой термин «принца», например. Даже внутри властной элиты выходят зачастую представители уже ее второго поколения, наследники там и так далее. Они и по образу, и по образованию, по стратегии зачастую очень сильно отличаются даже от тех, кто им предшествовал. В авторитарных режимах, кстати, очень часто наследники оказываются более либеральны, чем их отцы. Такое бы такое неоднократно бывало. То есть смена элиты у нас идет естественным образом диалогично? Она идет, она идет, и не видеть этого невозможно. Путин говорил, что мы не пойдем в Афганистан, ну, может быть, не дословно, но он дал понять, что мы не будем участвовать в этих процессах непосредственно. Значит ли это, что мы наоборот все-таки будем вовлечены в эти процессы, на ваш взгляд? Ну, смотрите, Россия не может не участвовать в процессах в Центральной Азии, потому что это касается ее собственной безопасности. Да, потому что Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, ну, и даже Казахстан, который не так зависит, но все равно, как бы косвенно все равно, да, является страной прямо заинтересованной, да, в стабильности в Афганистане, хотя бы там через несколько границ. Это зона естественного и политического влияния России. Совершенно очевидно, что эти страны связаны с нами экономически, связаны с нами, с нами и по вопросам трудовой миграции массово, да, то есть у нас огромные диаспоры из этих стран, огромные потоки людские, да, популярически, туда-сюда происходящие, там и так далее. Поэтому, конечно, скажем, дестабилизация, радикализация Центральной Азии для России страшно опасна. Поэтому Россия неизбежно будет в этом всем участвовать. Ну и, кстати, вот может быть одно из последствий смены власти в Афганистане заключается в том, что вот эти центральноазиатские режимы, у них, по сути дела, не будет другого выхода сейчас, как активно, еще более активно блокироваться с Россией, потому что Россия близко. То есть это их естественный союзник с точки зрения сохранения статус-кво и удержания власти на этих территориях. Я думаю, что их поле для маневров и лавирования между разными центрами силы в этом смысле сужается.